Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами в Дмитриевскую субботу, накануне праздника Дмитрия, поминальную субботу, совпавшую с памятью святого Якова, служили литургию апостола Якова. Что скажем, братья? Я не знаю, как оно откликается в ваших душах, и сейчас спрашивать не буду, потому что и на дело священник, которые читают, хотя мы читали все вслух, я думаю, что вы многое из того, что начитали, слышали. Но одно дело, когда у тебя это все под носом, а другое дело, когда ты слышишь из чужого голоса, может быть разное восприятие, но эта литургия в большей мере дает нам возможность ощутить дух апостольской службы, в отличие от литургии нынешней, которая в сердцевине там все одно и то же, сердцевина – это тайная вечеря, Христос, крест Голгофа, гроб, опустевшие воскресенье. А вот вокруг всего этого церемониал некий, значит, он нам дает ощущение разных эпох. И наша литургия Златоустова и Васильева, они византийские в полном смысле слова, а эта литургия иерусалимская. Нужно сказать, что у церкви было раньше большое литургическое разнообразие. В каждой поместной церкви, в каждых местах были свои литургические обряды, и в западной церкви, и в восточной. На сегодняшний день, например, у эфиопов, блаженных эфиопов, в том числе и у блаженных коптов, существует 15-16 и более чинов литургии. Самые разные, они очень разнообразные, которые различают друг от друга количеством прошений, длительностью, насыщенностью молений и так далее. Праздничные, постные, какие-то сугубые, особые, на разлив нила какая-то особая литургия у египтян есть. У них разные есть. Это очень хорошо, потому что это разнообразие. Вы сами знаете, что когда, например, читаешь одни и те же утренние и вечерние молитвы, на каком-то этапе возникает вопрос, а можно чем-то их заменить? Потому что заездил себе язык, заездил, голову заездил. И нужно совершить какое-то такое специальное усилие, чтобы эти уже привычные слова опять для тебя ожили. Когда это несколько меняется, возникает некое литургическое блаженное разнообразие, тогда по-другому ощущается вот эта многогранность церковной жизни. Например, кто из вас изучает Библию, читает Святое Писание, что христиане должны изучать Святое Писание, это одна из наших важнейших задач. Значит, то если вы знаете иностранные языки, любой, сербо-хорватский, например, или польский, или румынский, немецкий, персидский, арабский, и на все языки есть Писание переведено. Когда ты читаешь Писание на другом языке, оно начинает играть новыми красками. Одни и те же привычные слова вдруг начинают играть другими смыслами. Даже когда ты переходишь со славянского на русский, потом с русского на славянский, там тоже очень такая начинается игра, игра смыслов. Это очень важно. Это разнообразие обогащает сознание и церковную жизнь. И вот когда у нас одно и то же, одно и то же, одно и то же, возникает опасность. Она уже давно возникла, она давно уже убила нас половину на самом деле. И вот эта вот возможность внести разнообразие, почему Великий пост так сладок по-своему, потому что там литургия другая на буднях, прежде священная, совсем другая, вообще другая. И службы другие, и пение заунывное, и чтение больше, и поклоны, и так далее. Она выбивает нас из привычного ритма, и мы наслаждаемся на самом деле Великим постом. Мы литургически наслаждаемся. И вот эта литургия Якова, она может быть, она давно уже известна в нашей церкви. Но я в советское время там, о каком литургическом разнообразии можно было говорить. Вопрос был, чтобы выжить. А сейчас нужно, конечно, об этом тоже думать. Думать нужно обо всем, в том числе и об этом. Например, есть литургия Марка. Я, например, не служил ее ни разу. Я знаю, что ее служат временами. Литургия апостола Марка, она была распространена в Александрийской церкви. Якова – это Палестина. Ее первый раз ослужили в новейшее время. В 1938 году наши беженцы, епископы, бежавшие из большевистской России, ослужили ее, кажется, в Сербии. Почему послужили ее? Потому что в ней содержится много прошений о страдающей гонимой церкви. Они как раз и ощутили на себе, что такое быть беженцем, изгнанником. А там про беженцев и изгнанников постоянно говорится. Как и про другие, как вы слышали, нужды. Так что время, в принципе, ставит перед нами такую задачу, чтобы мы обогащались литургически, чтобы мы не заезживались в одной и той же колее, потому что, повторяю, было очень много разных обрядов. В Западной церкви был наряду с римским обрядом, допустим, амвросианский обряд, галиканский обряд. Там было полным-полно всего. Сейчас ничего нет у этого. Только есть римская месса. Вообще империи, они выдавливают разнообразие и унифицируют жизнь. И у нас византийцы как бы остали только литургию Златоустого и все остальное убрали. А было много разного. В Риме там остали только римский мессал. Все остальное убрали. А было много разного. Сегодня мы постепенно возвращаемся во времена первого христианства. Хотим мы этого или не хотим, но будущее церкви – это ее прошлое. Мы возвращаемся в простую обстановку первых веков. Должны вернуться в нее рано или поздно. Хотим этого, повторяю, или не хотим. Как вы видите, на литургии апостола Якова на священнике нет наперстного креста, какой бы он ни был, белый, желтый или с украшениями. Нет разных этих набедренников, палец. Конечно, нету митры. Нет ничего. Если бы епископ служил, на нем бы тоже ничего этого не было. Но ясно, что мы обросли разными этими цацками, которые, конечно, священные и красивые. И вот на литургии Якова нет ничего. И, в принципе, так оно и хорошо было бы, по идее, чтобы не было ничего, чтобы не возникал этот детский соблазн приобрести себе какую-то красивую награду. Потому что это, конечно, детство ума. Что еще важно? Как вы слышали, в литургии Якова читается три раза писание, не два, а три. У тех же блаженных египтян писание за время службы читается, по-моему, до 12 раз. Там читается огромное количество самых разных библейских текстов постоянно. Они меняются, там, ветхозаветные. Книга Деяний непременно читается. На литургии читается непременно книга Деяний, книга истории церкви. И читается многое из Евангелий, из пророков, псалмы. Что хочешь, там, короче. Там, получается, роскошный накрытый стол из большой тучной трапезы и священных текстов. На Якове три чтения. Ветхий Завет обязательно. Обязательно Ветхий Завет. Или Исаия, или Притчи, или Бытие, или Судьи, или Книги Царств, или Езекииль. Обязательно. Без этого нету жизни, нету ума, нету совести, нет веры в человеке. Люди, пренебрегающие Ветхим Заветом, безбожники. Они не знают Господа. Хоть раз бы почитали бы внимательно, они бы пришли бы в ужас, насколько это глубоко и велико. Это сам Господь сказал. Потом читается не апостол, а сразу Евангелие. Ветхий Завет, потом Евангелие. Исторически, как оно и было. А после Евангелия читается апостол. То есть читается в хронологической последовательности. Это такой интересный момент. Потом там очень много разных прошений, касающихся нужд человеческих. Ибо в нашей литургии сегодня, среди наших прошений, некоторых прощений не хватает. Поэтому у нас есть специальные прошения. Там в разные дни. За жертву автомобильных катастроф, за болящих СПИДом, за наркоманов и пьяниц, за кого-то еще, за кого-то еще. Мы добавляем. А в принципе там в литургию, якобы ничего не добавишь. Там уже все настолько охвачено. Там есть и бесноватые, и отпадшие от церкви, и унылые, и дряхлые, и старики немощные, и жены детородящие, и выгнанные, и странники, и бездом. Там все вообще есть, все, что есть. Вообще есть на свете. Там сразу все есть. Оно очень обширное, очень глубокое, сочувственное к нуждам человеческого рода. Потом там обязательно напоминаются на последнем прошении вместе с предблагословенной Девой Марией, Царицей нашей, Марией и Богородицей, Матерью Господа Иисуса Христа. Обязательно напоминается святой Иоанн, пророк и притеча, креститель Господа, и святой Стефан, первомученик, и святые апостолы все. А поскольку это иерусалимская литургия, поминается Елисей, поминается Илья, Самуил, Давид, и все прочие святые и праведные, возле ног которых нам придется оказаться, когда мы попадем в Царство Небесное. Там говорится, как раз в этой литургии, чтобы Господь Бог наш сподобил нас вместе с ними, молитвами их помилованными быть и вместе с ними оказаться в этих местах светлых, местах злачных и прохладных, где святые и праведные почивают, когда Господь захочет и как Господь захочет, только без стыда и греха. Очень красиво говорится. То есть собери нас, Господи, под ноги святых твоих, к ногам святых твоих. Нам придется, как Мария сидела у ног Иисусовых, как мы читаем в доме Марфы и Марии, Господь, известнейшее место Писания, Марфа бегала по хозяйству, чтобы накормить, успокоить, угодить Господу по-хозяйски. А Мария пренебрегла всеми этими женскими делами и села у ног Иисусовых, и Господь Иисус Христос это сидение у ног своих похвалил, потому что это не отнимется. Посидеть у ног Иисусовых минутку, часик, полчасика, значит, это будет навеки с тобой. То, что ты съел, то с тебя и выйдет, как бы, значит, там, и все, что ты купил, оно все исчезнет, как бы, все, что там продал, как бы, забудешь. И поэтому Марфины дела бесконечные, как бы, и в них нет вечности. А в Марии нам занятие вечность есть, посидеть тихонько у ног Иисусовых, великое занятие. И вот там говорится в литургии Якова, чтобы Господь Бог нас собрал к ногам святых своих, под ноги святых, когда Он сам хочет и как Он сам хочет. То есть день смерти, время смерти, обстоятельства смерти нам неизвестны. И, как бы, в этой литургии говорится сам решай, Господи, сам решай, когда и как забрать нас отсюда, чтобы мы пришли и сели у ног святых твоих, только, пожалуйста, без стыда, без стыда и греха. Ну, чтобы, грубо говоря, никто не умер на любовнице сверху, чтобы никто, упившись, как бы, значит, блевотиной, не удавился, чтобы никто, едучи с какого-нибудь срамно-постыдного дела, не разбился на машине прям, значит, прям за полчаса после греха. Чтобы кто-нибудь, так сказать, ну, понимаете, как бы, можно так стыдно умереть, что лучше не родиться. Можно так жутко вообще закончить свою жизнь, что она будет хуже собачьей. Поэтому там говорят очень важные слова. То есть забирай нас отсюда, Господи, когда хочешь и как хочешь, только без стыда и греха. Ну, и не знаю, какими словами вам еще похвалить это богослужение в том смысле, что оно действительно раскрывает рамки нашего литургического сознания. У нас и так-то, конечно, литургическое сознание народа нашего потерпело жесточайшее издевательство в период советской власти и до нее, кстати, тоже, поскольку святая царица литургии воспринималась просто как обычно ее обедня наравне с утренней и вечерней. И наша одна из задач сегодняшних наших задач общероссийских, общецерковных российских задач это, конечно, привести всех крещенных людей в воскресенье в церковь. Вот не больше и не меньше. Это наша задача. Как говорят на Востоке, проси верблюда, дадут осла. То есть бери больше, все равно не получится полностью, но замахиваться нужно на большие цели. Первая цель, не самая большая, но очень важная, это всех крещенных людей привести в воскресенье в церковь Божию. Это задача наша и ваша. Я помню однажды, ну там, скажем, полгода назад, месяц назад, я говорил об этом здесь, вот здесь, стоя, и одна, потом, через некоторое время кто-то из наших прихожанок привел с собой несколько людей. Я говорю, кто это? Это моя двоюродная сестра. А это? А это ее муж. А почему они пришли? А я их привела. А зачем их привели? А вы сами сказали. Ну как бы, то есть надо приводить, то есть правильно, так и надо, так и надо. Я говорю не только для нашего прихода, наш приход имеет свои особенности и специфику вам всем известную, некие сложности от прохода, но тем не менее, это, говорю, для Урби и Торби, для себя и для того парня, для всех остальных. То есть наша задача это привести всех крещенных людей в воскресенье на литургию. Потом, когда мы превратим значительную часть наших христиан в христиан воскресного дня, нам нужно будет превращать их в христиан повседневных, чтобы они были христианами не только в воскресный день, но каждый день в своей жизни. А потом, когда все будут понимать, что такое литургия, что такое великий вход, что такое просительный ектинья, почему читается сначала Писание, а потом уже Евхаристия, а потом уже Евхаристия наоборот, когда все это будет пониматься людьми, вот тогда надо будет уже требовать, просить, умолять, чтобы в наших приходах служились и другие литургии, и Яков, и чтобы этот Марк нам неизвестный до сих пор появился в наших, потом будут другие, чтобы наша литургия была как полноводная река, чтобы она была интересная, насыщенная, глубокая, широкая, и чтобы мы просто жили на литургии, понимаете, жили ею. А не так, пришел, свечку влепил, послушал, ничего не понял, развернулся и ушел. Вот так бывает у большинства людей. Приходит как иностранец, приходит, послушает, ничего не понял, ни о чем Бога не попросил, перекрестился кривым крестом, влепил свечку грошовую и смылся, был в церкви. Это массовое явление, и в этом виноваты, конечно, многие, в том числе и духовенство, и родители, и крестные родители, и вообще все те, на совести которых лежит духовное воспитание и возрастание человеческое. Так что сегодняшний наш этот этапный день, я был рукоположен на литургии апостола Якова, я не могу ее не служить, я просто обязан ее служить. Я бы служил бы ее и чаще, между прочим, ну там уже как Бог благословит и даст. Но в любом случае, сегодняшний день никто не осудит, и никто не имеет права осудить никого, кто сегодня бы служил в святой литургии апостола Якова, ибо это его день, его служба, его слова, его жертва, его молитва, его любовь. Еще очень последнее, может быть, что мне приходит на ум, это то, что Яков был епископом в Иерусалиме, в этом Иерусалиме, который только-только слышал голос Иисуса Христа, в котором Иисус Христос входил на осленки в город, в котором его, вокруг него шипят, как змеи велись, значит, фарисеи и саддукеи, в котором его осудили, в котором его распяли, в котором он умер и в котором он воскрес. В этом Иерусалиме было много разных людей, и все они были евреи. Но эти евреи были двух родов. Одни уверовавшие в Иисуса Христа и не переставшие быть евреями. Другие не уверовавшие в Иисуса Христа, ну и, конечно же, сохранявшие свое законное еврейство. Еще стоял храм, и в храм ходили все, и христиане, и нехристиане. Все евреи, и христиане, и нехристиане ходили в храм Божий. Он еще стоял, еще Тит и Веспасиан его не разрушили. Только христиане для своих особых молитв собирались по домам, для того, чтобы совершать евхаристию. У них было уже свое, никто не мог перестать снаружи, никто лишний носа свой не засовывал туда. Они собирались в домах, ломали хлеб и совершали евхаристию, пресчищение. Все это уже было, но храм еще стоял, это была общенародная святыня. Между христианами и нехристианами, евреями, конечно, были какие-то свои сложные отношения. До времени мирные, потому что они стали непримиримыми врагами только после разрушения Иерусалима, только после всемирного рассеяния. До этого они мирно уживались. Между христианами из евреев были свои, так сказать, ну как бы, что ли, по-нашему, скажем, терки. Одни из них говорили, что Христос нас спас, Христос это пришедший Мессия, Христос воскрес, мы ждем его второго пришествия, все правильно, аминь, аллилуйя. Но обрезываться надо, закон хранить надо, в храм ходить надо, в субботу хранить надо, все делать нужно. А другие говорили, нет, Христос это все отменил, ничего больше не надо. И вот они могли спорить об этом. Потом, когда язычники приходили и веру принимали, опять-таки они говорили, язычники должны принимать весь наш образ жизни. Бороду не брить, песики отпустить, обрезаться, в субботу хранить, это есть, это не есть. А другие говорили, нет, этого не надо всего. Вот мы это в Писании как раз об этом всем читаем. И в книге Деяний, и у апостола Якова как раз мы об этом всем находим. Они были разные, эти все евреи. И Яков в это время был у них епископом. Заметьте себе это. В святом городе он благовествовал слово Христовой истины, проповедовал воскресшего Христа среди евреев верующих и евреев неверующих, среди евреев верующих, разделенных на разные секты и партии. И они все любили его. Не было никого, кто бы проклинал его и считал его нечестивцем. Даже те, кто не соглашался с ним и не принимал его свидетельства о Христе, все равно считали его праведником. Это было его общее название – Яков праведный. Он умел жить в мире и с верующими, и с неверующими. Как бы если сегодня, например, какому-то епископу, например, от Господней руки дается быть епископом в городе, в котором есть и христиане, например, и мусульмане, и там кто-то еще, ему нужно жить так безукоризненно, чтобы его любили и те, и другие, и третьи. Не все будут его слушаться, не все будут у него из рук причащаться, но любить его должны все. Он должен научиться праведностью покорять сердца, как это делал святой Яков. Это ужасно тяжелая задача. Даже в простом русском городе нужно жить так, чтобы тебя любили и ходящие в храм, и не ходящие в храм. Это очень трудная вещь. Вот я об этом о Якове говорю, потому что у Якова это получалось. Его любили верующие и неверующие. И такие, и сякие, и радикально горячие, и тепло-хладно-холодные, и обрядоверные, и апостольского духа люди такие, как бы, с правильными мыслями. Все любили Якова. Это был праведный человек, который молился, при том, кстати, молился о всем народе. Молился о всем городе и о всем народе. Он не разделял для себя в молитве людей на тех или этих. На Евхаристии, конечно, он своих знал. Кого крестил, он знал. А вот все остальное для него было один народ, одни люди. Поэтому и нам нужно иногда отойти от своих узкоконфессиональных или узкопартийных, узкокабинетных представлений. Если, например, поставил Господь Бог человека епископствовать, условно говоря, в Алма-Ату или, скажем, в Душанбе, например, или куда-нибудь в Улан-Удэ, а там христиане, а тут еще какие-то там ламаисты, а там буддисты, а там мусульмане. Неважно, это все твои люди. Будь любезен молиться Богу и о них. На Евхаристии будут твои, а вообще в жизни все твои. И надо, чтобы любили тебя все, и чтобы все знали, что ты любишь их. Потому что только тогда люди принимают слово наше, когда мы любим их, и они это чувствуют. Когда ты любишь людей, они это чувствуют, и ты имеешь право ругаться с людьми. Но они простят тебе это, потому что они все равно знают, что ты любишь их. Когда ты не любишь их, они тоже чувствуют это. Они не позволят тебе ничего. Не ругать себя, не хвалить себя, не наказывать себя. Они тут же будут будоражиться, вспыхивать, ершиться. С какой стати вы это говорите? Кто вы такой? Они скажут тебе, если чувствуешь, что ты не любишь их. Поэтому Яков это такая большая фигура, он умел любить всех людей. А любить евреев это самое тяжелое занятие на свете, даже для самих евреев, они вам сами это скажут. У меня есть много друзей евреев, знакомых, всяких разных, и они сами это говорят, что нет тяжелее народа на свете. Нет такого более упертого, хитрого, непонятного народа, любить их всех это тяжелее всего, заслужить у них уважение, это очень дорогого стоит. Кстати, в апокалипсисе говорится, в ангелу одной из церквей апокалипсиса, Господь Иисус Христос говорит, что хорошо в тебе то, что те, которые называют себя иудеей, придут и поклонятся тебе, и узнают, что у тебя истина. Это очень важная вещь, это касается конца времен. В общем, Якова убили, конечно, убили. Рано или поздно праведники чаще всего заканчивают свою жизнь смертью. Его сбросили с крыла церковного и добили ударом острого кола в висок, как это в Библии пишется, там про одного нечестивца так убили, Сесару. Убила женщина по имени Иаиль, убила его колом от палатки, которые колышки вбиваются, чтобы натягивать палатку. Он заснул, она ему приложила кол и пригвоздила его голову к земле. Вот таким же образом смерти добили Якова, очевидно, таким образом, кто-то из местных иудеев, таким образом, как бы, символически совершая такой некий акт убийства праведника, как будто он грешник. Может быть так. В общем, его сбросили вниз с этого самого, с высоты, и потом, когда он поднимался, его добили ударом по голове острого кола. На коленях, предание говорит, у него была кожа толщиной в два пальца мужских, кожа, как у верблюда, потому что он на коленях простаивал больше, чем ходил ногами или лежал на спине. То есть большее время в своей жизни, больше, чем ходил и больше, чем лежал, отдыхая, он стоял на коленях в храме Иерусалимском, постоянно молясь о людях. Его называли праведник, повторяю, да. Это очень достойное слово в устах как раз вот тех тогдашних, да и нынешних, в принципе, иудеев. Когда его убивали, закричал кто-то из толпы, не убивайте праведника, он молится за всех. Но было поздно, нужно было ему страданием закончить свою жизнь. Молитвами этого человека и всех других святых, которые уже прожили свою жизнь, уже завершили ее, уже ушли с этой залитой солнцем сцены, вернее, не солнцем даже, а этими залитой электрическим светом сцены, зашли в тень за кулисы. Они никуда не исчезли, они просто ушли со сцены. Смерть – это когда уход со сцены. Приходишь из тьмы, выходишь на сцену, как, знаете, в детстве такой день рождения, когда детям праздную, там Коленька, ну расскажи стишочек, ставит табуреточку, завези Коленьку на табуреточку, и Коленька читает, там такое, во саду или в огороде бегала собачка. Спасибо, Коленька, иди дальше, мы наливаем, пьем, закусываем. У Коленьки не рождение. Ну, такое безумие обычно называется празднованием рождения у детей. Так вот, мы как бы зашли на сцену, нас поставили на стульчик, мы прочитали стишочек. Вот, значит, солнышко выходит, людям жарко-жарко, спасибо, до свидания. Мы сходим со сцены и уходим за кулисы. Мы никуда не исчезаем, мы не пропадаем, не растворяем, не аннигилируемся. Мы просто уходим со сцены. А на сцену приходит другой молодняк, шумящий, голдящий, который тут же постареет и тут же идет со сцены. Вот так они так волнами ходят, эти люди, по сцене и уходят за кулисы. И туда за кулисы ушли очень многие святые люди, которые там разговаривают с Господом. Всякое дурачье, конечно, тоже поуходило, они там не знают, что им дальше делать. Они вдруг понимают, что все неправильно, но, к сожалению, уже поздно, и теперь нужно молиться и о них. Пощади, Господи, Боже наш. Там очень часто говорится в этой святой литургии, пощади, Господи, Боже наш. Не просто помилуй, а пощади, Господи, Боже наш, пощади. Пощади, Господи, и их. И вот там есть те, которые ушли со сцены и сегодня разговаривают с Господом. Вот пусть они там поговорят и про нас. Поговорите про нас, пожалуйста. Как эти самые, помните, когда сидели в темнице Хлебодар, Свиночерпием, и там был Иосиф, там были другие узники. И когда Иосифа забрали из темницы обратно к фараону, чтобы он был правой рукой его, то узники сказали ему, когда ты будешь пред лицом фараона, не забудь про нас. Вспомни про нас, когда будешь у лица фараона. Это очень красиво, это очень важно. Это обращение ко всем святым. Когда ты пойдешь к лицу царя, когда царь Господь тебя увидит, и ты будешь пред лицом его, вспомни, что мы с тобой были в одной и той же тюрьме, что здесь в тюрьме остаюсь еще я, что здесь остаются еще вот эти, вспомни нас, когда будешь перед лицом царя. Это и есть обращение к святым. Когда спрашивают, а зачем вы молитесь святым? Да вот же написано, так и надо делать. Когда святые пошли разговаривать с царем, пусть святые помнят про нас, чтобы поговорили там и о нас. Мы будем жаловаться этим святым на свои немощи, на свои падения греховные, на свои слабости, на свои всякие разные недостоинства. Они будут просить царя, чтобы он не наказывал нас. Вот в этом великая, конечно, тайна Божия, сладкая тайна почитания святых. Сегодня за нас будет разговаривать Яков. Святой Яков будет сегодня говорить с царем о нас. А завтра будет другой кто-нибудь о нас с царем разговаривать. Сейчас посмотрим в календаре, узнаем, кто завтра будет о нас с царем разговаривать. Воскресший Господь да помилует нас и, повторяю, да соберет нас в свое время к себе, к коленям святых своих и к подножью престола своего, когда он сам хочет и как он сам хочет, только без стыда и без греха. Аминь. Спаси Господи, люди Твои. Отец Андрей, дорогой, сегодня не только здесь стоящие, я думаю, все христиане, которые по всему лицу мира слушают вас, да и не только христиане, кстати, они хотели бы поздравить вас. И уникально тем, что, хотя нет возможности быть здесь, есть молитва. Как святые молятся, так и люди могут любящие и уважающие вас о вас помолиться. Пусть сегодня, они, наверное, и так молятся, но пусть сегодня сугубо все эти люди помолятся. И со святым апостолом Яковым, и со всеми святыми пусть помолятся о вас. Спасибо, дорогие братья и сестры. Спасибо. 29 лет назад на меня архиерей положил руки, и я стал священником. 29 лет назад. Не скажу, что это очень много, не скажу, что это очень мало. Ну, вот так, пока так, дальше будет видно. После этого, значит, Яков, у нас же это сам, он же творец таинства соборования, потому что мы находим помазание маслом больных только у Якова в послании. И я после своей хератонии, ко мне вдруг начали подходить люди и спросить меня соборовать их. Я сначала не понимал, почему. Я начал соборовать, несколько месяцев соборовал каждый день. По один, по два, по три раза. Я выучил наизусть это соборование. Потом думаю, в чем дело вообще, почему соборование? Оказалось, да, что это вот, это очень имеет такую, очень важную вещь. И теми, теми же евреями я подружился и полюбился, и завел себе друзей между ними, и стал, как бы, значит, общаться и присматриваться к ним, а они стали подтягиваться к церкви, потому что Яков был епископом. Это все очень важно, здесь нет ничего случайного. С Яковом что-то такое связало меня, какой-то пуповинкой такой, через архиерейские руки, всей святой день. Вот уже сколько лет прошло, не знаю, сколько еще пройдет. Пощади нас, Боже, пощади нас, Боже, пощади нас, Боже. Что тут скажешь? Больше ничего не скажешь. Неосужденное предстояние с Тома престолу, это великое дело, если оно есть. Если его нет, то лучше не рождаться. Спасибо за поздравление. Христос дохранит и вас, и нас. Нас, молитвами вашими, вас, молитвами нашими. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.